Здравствуйте! Сегодня хотелось бы немножко размышлять о божественной литургии. Мы же готовимся побывать на литургии, воскресенье, мы ходим к халде воскресенья и, конечно, когда бывают праздники. И во время литургии община собирается вместе, поминают священноначалии, епископы, патриархи и как раз также народ исповедует символ веры. В разных церквях это делается по-разному. У греков принято, что если присутствует епископ или глава общины, он сам читает и никто не подпевает или никто не читает вместе с ним. В некоторых проходах, и греческих, и арабских, все читают как такой рецитатив. В нашей русской традиции поют вместе, батюшка иногда помогает, или диакон, или кто-то из хора показывает рукой, указывает как именно, какой ритм. Символ веры. И все начинается с таким возгласом «Возлюбим друг друга до единомысля исповемы». То есть давайте будем любить друг друга, чтобы исповедовать веру нашу. Какая вера? Отца и Сына и Святого Духа, Троица, Единосущная и Нераздельная. То есть для того, чтобы мы могли исповедовать вот эту веру, мы сперва должны любить друг друга. Вот эти слова мы произносим, но на самом деле интересно всегда у меня было, поскольку я человек с опытом, сценическим, и мне всегда важно, какое именно значение передается слов. Настолько действительно люблю ли я те люди, которые стоят рядом со мной в храме, настолько действительно искренне наше исповедание веры. Тем более, как бы, что всю свою жизнь и церковную жизнь тоже жил в Иерусалиме. Это город многонациональный, где службы бывают, как сам наш патриарх Феофил говорил, на разных языках. Это как действительно каждый день, это как пятидесятницы. Бывают и православные, и арабоязычные, и грекоязычные, и румыны, русские, конечно, и люди, конечно, тоже из других странах иногда приезжают, и грузы, и сербы. И вот этот опыт как раз мы каким-то образом продолжаем даже здесь, в Ирландии, поскольку мы храм, приход, который мы ходим в Дублину, в Вселенской патриархии, Константинопольский патриархат, там служба как раз бывает тоже на разных языках, такая иерусалимская служба. То есть основа византийская, византийские распевы, византийская грекоязычная служба, но поют на разных языках. Почему? Потому что в Дублине это город не только ирландцев, но еще и разных иммигрантов. И среди этих иммигрантов есть еще и люди из разной диаспоры, то есть грекоязычная диаспора, румынская диаспора, украинская, русская, разные, самые разные. И, конечно, есть местные ирландцы, англоязычные, и даже ирландоязычные, есть такой язык ирландский, и на нем тоже молятся и читают молитвы, очень наши и так далее. И вот когда мы читаем символ веры, вот действительно, что такое символ веры? Символ веры это исповеданная вера в Бога, единого Бога, который является в Троице. И вот этот образ, троичность Бога, Отец, Сын, Дух Святой, это и есть образ совершенного любви. И вот я бы хотел подумать о том, настолько мы сподобляемся к этому нераздельному божеству, который действительно любит нас и создал нас по образу, по образу и по подобию. Мы по образу Христа, мы также и по образу Троицы, потому что у нас Бог – это Троица. Всю мою жизнь в Иерусалиме до встречи с Рафаилом и до нашего брака, до рождения детей, я и моя семья были прихожанами исключительно Иерусалимской патриархии. То есть мы ходили только на вот такие многонациональные иерусалимские службы. На святых местах, в основном на гробе Господнем, конечно, в греческих монастырях старого города. С рождением детей мы с Рафаилом решили, что очень важно для них знать русское богослужение, поскольку все-таки их родной язык, язык матери – это язык русский, они должны знать и понимать службу на родном языке. Мы ходили и в монастырь Спасовознесенский на Иллионской горе, ну и, конечно, много лет ходили в Троицкий собор нашей русской духовной миссии в Иерусалиме. Тем не менее, не забывали и нашу иерусалимскую службу, поскольку для нас было очень важным, чтобы, хорошо зная литургию на родном языке, дети с детства понимали и знали, что православие никаким образом не является монополией русских или русскоязычных людей, что православие арабское никак не лучше греческого, греческое никак не лучше русского, сербское не превосходит румынское, что все православные церкви абсолютно равны между собой и недопустимо сравнивать, кто более православный, кто больше сохранил чистоту православия. Очень важно, мы считали всегда, чтобы дети знали многообразие православной христианской традиции. Ведь эти традиции не кто-то выдумал, они сложились в результате определенных исторических процессов, в результате истории церкви, истории того или иного народа. И мы считаем, что наши дети должны относиться к этому, как и мы, с уважением и пониманием. У каждого народа есть свой необыкновенный быт, своя необыкновенная традиция, свой подход к жизни. И, конечно, то, что его больше всего определяет, даже больше, чем земля, природа и даже как бы сам край – это язык. То есть, живая речь. Речь – это то, что творит человека, то, что его создает как определенная, как личность на самом деле. То, что мы слышим в детстве, колыбели, которые поют нам наши матери, игры, сказки, которые мы слышим, рассказы из священного писания или любая другая вещь, которую человек слышит в детстве. И, конечно, каждый язык по-своему прекрасен. Конечно, людям свойственно думать, что их язык самый правильный, самый богатый. И любое вот даже малейшее отклонение или даже другое произношение сразу вызывает у людей иногда какие-то негативные ощущения, потому что кажется, ну, это неправильно, а правильно это так. И вот представьте себе, что были вот такие удивительные святые – Кирилл и Мефодий. Вот как раз те самые Кирилл и Мефодий, которые просвещали славян, создали азбуку, создали фактически этот язык как литературный язык. Да, славянские языки, они существовали и в глубокой древности, однако письменность изобрели довольно поздно. И вот Кирилл и Мефодий, они имели право на самом деле гордиться своему языку. И, кстати, они говорили на разных языках. Они были люди очень образованные. Их родной язык, конечно, был греческий. Да, греческий, они знали также и латынь. И надо понять, что как обычно определяют языки по их богатству. Языки, которые устные, или языки, которые имеют огромную литературу. Как раз греческий и латынь – это те языки, которые хотя бы на Западе имеют самую-самую, что есть в богатых письменных разных документах и произведениях и так далее. И есть тут в чем гордиться. Но, тем не менее, они очень полюбили именно тот славянский язык, который они знали, скорее всего, тоже с раннего возраста. Потому что они были из Северного Греции, из Тессалоники. И решили ради того, чтобы проповедовать народам, язычникам и славян, изобрести вот такой вот способ писать. Вот этот язык как литературный, на основу греческого синтаксиса. И тот жаргон, тот славянский жаргон, который они знали, который как-то похож на древний болгарский. И из этого родился потом наш церковно-славянский язык. На этом языке они перевели Евангелие, перевели молитвы. И многие считали, что это что-то неправильно. Почему нельзя? Ну, хорошо, крестить славян, крестить этих, как все остальные считали, варвары. И пусть молятся по-гречески, пусть молятся по-латыни. Ну, по крайней мере, пусть молятся хоть на иврите, потому что это языки, которые существуют в Священной Писании. Это книги, это священные языки, это сакральные языки. Однако Кирилл и Мефодий были категорически против. Они поняли, что проповедь должна существовать на свой язык, который доступен тебе. И они даже называли вот это мнение, что можно молиться только по-гречески, латыни и иврит, они называли это троеязычной ересью. Центр проповеди Кирилла и Мефодия был в Богемии и в Моравии. Однако бывали они и в Венеции. И вот как раз в Венеции произошел большой спор между ними и латинскими, и немецкими священниками и монахами, которые накинулись на Кирилла и говорили, «Зачем, человек, зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке? Тогда, как раньше, никто этого не делал. Ни апостолы, ни Папа Римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин. Мы знаем только три языка, на которых подобает прославлять Бога – еврейский, греческий, римский». На это философ отвечал им. «Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех? Или солнце не сияет для всех? Или вся тварь не дышит ли одним воздухом? Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? Уже не думаете ли вы, скажите мне, что Бог не всемогущ и потому не может этого сделать? Или завистлив, что не хочет сделать? Мы же знаем многие народы, имеющие свои книги и высылающие, слава Богу, каждый на своем языке». Дальше он перечисляет те народы, которые тогда уже были христианами, еще с первых веков – это армяны, персы, абхазы и веры, грузины, конечно же, и многие другие. И напоминает цитаты из Давидовой Псалтирии, где говорится «Воспойте Господу», в песне новую «Воспойте Господу» вся земля. Мы считаем более благородные традиции, которые мы считаем более правильные. Но по закону любви человек должен быть более гибким, так же, как и были гибкие Кирилл и Мефодий, которые, естественно, любили и еврей, и греческий, и латынь, но они понимали, что для того, чтобы петь Богу песню новую, чтобы эта новая мелодия звучала, а вот каждый человек, каждый народ – это как отдельная симфония, это у него особая какая-то музыка исходит от этого человека. А для того, чтобы эта гармония у вас, слава Божья, звучала, надо иметь возможность, надо иметь подход, чтобы ты мог действительно распространять вот эту любовь. Так что, на мой взгляд, это действительно урок в любви, урок в гибкости, в незащуренности, урок против ксенофобии, которая иногда кажется нам как каноничность. Мы храним канон, мы храним те традиции, которые нам надо. Разумеется, у каждого человека есть свои корни, любовь к своей родной стране, к родному языку, к земле своих предков. Но христианин, когда христианство становится не просто идеологией или внешним каким-то образом жизни, а сутью человека, как бы возвышается над этим, преодолевает эти, в общем-то, земные свои привязанности. Вспомним апостолов, которые оставили родину и родной язык и проповедовали по всей вселенной, как мы говорим, да, по всей Римской империи, обращая с любовью другие народы, говоря с ними на их языках. Даже один из главных даров Пятидесятницы – это дар языков, который получили апостолы. Также понимали и видели себя и свою роль в этом мире и первые христиане. Есть знаменитый документ, уникальный документ. Называется он «Послание Диогнету» и относится учеными ко II-III веку н.э. Говорится в нём следующее. Христиане не отличаются от других людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других людей. Только их учения не есть плод мыслей или изобретений людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаям тех жителей в одежде, пище и во всём другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своём отечестве, но как пришельцы. Участвуют во всём как граждане, но всё терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, но только не бросают их. У них общая трапеза, но не общая ложа. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане – небесные. Повинуются постановленным законам, но своей жизнью превосходят самые законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Их умершляют, но они животворятся. Они бедны, но всех обогащают. Всего лишены и во всём изобилуют. Бесчестят их, но они тем прославляются. На них клевещут, но они оказываются правыми. Их злословят, а они благословляют. За оскорбления они воздают почтение. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Они радуются наказанием, как будто бы им давали жизнь. Вот этот образ христианина, довольно-таки забытый, скажем так, во многих современных христианских культурах, является на самом деле истинным и правильным. Итак, весь христианский мир сейчас готовится к Пасхе. Православные, также католики уже начали поститься. Все, которые действительно относятся к христианству первого тысячелетия. Но для того, чтобы эти обычаи были для нас не каким-то идолопоклонством или язычеством, как часто нас упрекают протестанты, надо, чтобы мы поняли смысл. Смысл в покаянии для того, чтобы войти в землю обетованную. Вот действительно, чтобы войти через пустыню и унаследовать царство. А вот в это царство не может войти человек, который имеет ненависть. Потому что суть ненависти — это и есть идолослужение. Создаешь себе идол-кумир и начинаешь приносить ему все твое раздражение, все твое внимание. И в этом есть поклонение бесов на самом деле. Именно сейчас, несмотря на то, что более покаянный настрой, больше, чем никогда, чувствуется необходимость читать слова, которые читаются обычно на Пасху. Слова, которые сказал великий наш святитель Йоанн Златоуст. Послушаем эти слова. Итак, все. Все войдите в радость Господа своего. И первые, и последние. Примите награду. Богатый и бедный. Друг с другом ликуйте. Воздержанные и беспечные. Равно почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся. Возвеселитесь ныне. Трапеза обильна. Насладитесь все. Телец упитанный. Никто не уходи голодным. Все насладитесь пиром веры. Все воспримите богатство благости. Никто не рыдай о своем убожестве. Ибо для всех настало царство. Никто не плачь о своих грехах. Потому что из гроба воссияло прощение. Пусть наша подготовка к Пасхе пройдет правильно в этом году. С чувством покаяния. С желанием действительно осознать свои грехи, понять их. С желанием простить всех и объединиться, внутренне объединиться со всеми без исключения в братской любви. Это не значит, что мы не должны видеть дурных поступков людей. Что мы не должны черное называть черным, а белое называть белым. Но пусть это будет у нас без ненависти, а с состраданием. Как врач, который называет болезнь, но при этом не испытывает ненависти к больному человеку. Так же и мы делали то, что мы можем без осуждения молиться, чтобы Господь уразумил наших лидеров. Уразумил их. Смягчил их сердца, их амбиции, их эгоизм. В том числе молились и за Владимира, президента Украины. И за Владимира, президента России. Молились также за Бориса Джонсона, премьер-министр Великобритании. За ее величество королевы Елизаветы Второй. И за Эммануила, тоже Макрона. Мы не сторонники этих лидеров, но мы молились не им, а о мире. Чтобы Господь дал им разум принять правильное решение. И, конечно же, мы ежедневно молимся о всех, кто страдает сейчас, находится в опасности сейчас на Украине. Независимо от их национальности, языка или вероисповедания. Дорогие наши друзья, мы прощаемся с вами сегодня и обещаем выходить в эфир как можно чаще.